Всем привет. Как уже сказал Миша, меня зовут Артем. И я андроид-разработчик в команде Автору. И сегодня буду рассказывать про наши панорамы. О чем хочу поговорить. В целом хочу рассказать о том, что такое панорамы с точки зрения, с продуктовой точки зрения. Потом, как мы их показываем, зачем нам там видео. И в целом, какие низкоуровневые API предлагает андроид для того, чтобы это видео можно было различными способами показывать. Когда я говорю панорамы, то я имею в виду трехмерные вращающиеся изображения. Возможно, да, есть более подходящие названия, но у нас в команде используется термин панорамы, поэтому я его буду дальше использовать. Что было до? Раньше, чтобы дилеру необходимо было снять панораму, ему необходимо было построить павильон с крутящейся платформой либо со съемочными рельсами. Все это стоит диких денег. Мы же предлагаем снять панораму прямо со смартфона. У нас там прикручена email, поэтому мы видим, где в кадре находится машина. Можем подсказать пользователю, как удачнее держать телефон, чтобы машина была в нужном кадре, чтобы панорама получилась более удачной. Также мы понимаем, в каком ракурсе находится машина, и можем сразу нарезать прямо из панорамы картиночки с разными ракурсами и добавить их в объявление. Дальше пользователь загружает получившееся видео на сервер для дальнейшей обработки. Просто обработка необходима для того, чтобы убрать различные артефакты при съемке. Например, когда пользователь обходит автомобиль, у него трясутся руки, он неравномерно, как у меня сейчас, он может неравномерно обходить автомобиль и может идти с разной скоростью. Все это дело обрабатывается на сервере. В целом там много процессов происходит, но если коротко, то из автомобиля строится облако точек, и потом на него накладываются уже кадры из нашего видео. То есть у нас есть полноценная 3D-модель. А так как у нас есть полноценная 3D-модель, то мы можем к ней привязать какие-то точки. Эти точки называются Point of Interest. Можем делать такие штучки. Более подробно предлагаю вам посмотреть статью о том, как со стороны бэкэнда обрабатываются наши панорамы. А я буду продолжать рассказывать о том, как мы их показываем. В целом после обработки у нас есть видео оптимизированное, где-то на 120 кадров. И нам его нужно показать. Но показать не просто так. Мы как бы его ставим на паузу, и потом, когда пользователь вводит по экрану, мы его должны быстро-быстро перематывать. Вообще Android предоставляет множество API для того, чтобы воспроизводить видео. Мы посмотрели на своих коллег из iOS, они для показа панорамы взяли и использовали свой стандартный плеер. Мы тоже взяли и использовали экзоплеер, и у нас все жутко тормозило. Почему тормозило? Давайте разбираться. Вообще надо в целом понять, что такое видео. Видео — это просто двумерный массив цветных пикселей. Если смотреть в разрезе цвета, то трехмерный массив, а если мы добавим еще и время, то получим видео. Очевидно, что с нежатым видео работать практически невозможно. Например, часовой ролик с разрешением 720 пикселей будет занимать в распакованном виде 278 гигабайт. Наша панорама на 120 кадров в распакованном виде занимает где-то 316 мегабайт, и, естественно, с этим никто не захочет работать, никто не захочет скачивать такой объем данных. Поэтому видео применяют разные механизмы для сжатия. Например, известно, что человеческий глаз лучше различает яркость, чем цвета. И для этого можно поменять цветовую модель. И для компонент, отвечающих за яркость, выделить больше памяти. А для компонент, отвечающих за цвет, меньше. Например, понизив их разрешение. Такой подход называется цветовой субдискретизацией. Также применяются различные алгоритмы сжатия, и у нас сжимается как-то единичный кадр. Но можно пойти дальше и уменьшить избыточность видео по времени. Для этого вводят в целом разные типы кадров для видео. И, например, различают iFrame. Это кадры, которые содержат блоки только самих себя. Есть pFrame. Это кадры, которые могут содержать блоки самих себя, а также предыдущих i и p кадров. Ну и для еще более лучшего сжатия есть bPredictiveFrame, которые и вперед, и назад могут содержать кадры. Вот. Теперь можно, например, построить div из разных кадров и вот в следующих кадрах хранить только div. На самом деле можно пойти еще дальше, и такой алгоритм называется компенсация движения. Вот. Его суть в том, что он бьет изображение на кучу-кучу непересекающихся блоков, а затем смотрит на следующем кадре, откуда эти блоки появились, и строит вектора вот их перемещения. И получается хранит только, да, как бы вот эти блоки, да, и их вектора. Вот. Примерно кадр после этого алгоритма будет выглядеть так. Ну вот еще куча-куча-куча кадров. Весь этот рассказ, в общем, весь смысл до этого рассказа в том, что нам дорого получать доступ к произвольному кадру в видео. То есть, чтобы получить произвольный кадр, нам нужно вернуться на iFrame и потом декодировать остальные кадры последовательно, чтобы получить исход из комы. Из-за этого вот при быстрой перемотке у нас появлялись тормоза. Что делать? Можно было бы использовать какой-то, например, монтажный кодек, то есть, ну, как-то поменять формат видео, которое нам присылают. В этом случае у нас тратится меньше нагрузки, то есть, меньше нагрузка на процессор, но в этом случае опять же растет объем по трафику. Мы, естественно, не хотим нагружать пользователей трафиком, потому что это его деньги. Можно конвертировать прямо на устройстве. Здесь плюсы сжатия видео, но опять-таки у нас появляется время на эту конвертацию. Для того, чтобы достать из видеокадры, можно использовать, например, Media Metadata Retriever. Простое решение достаточно. Вот практически код на одном слайде помещается. Все круто, но плеер на нем работает прекрасно. Но есть нюансы в том, что, например, на старых девайсах, вот я мерил на Nexus 6, время конвертации 35 секунд. Очень долго. На современных, да, девайсах уже, конечно, поменьше, но все равно очень долго. К счастью, начиная с Android, по-моему, API 16, у нас появились доступ к низкоуровневому медиа-апи. Вот. Одним из представителей этого API является медиа-кодек. Это такой класс, который предоставляет доступ к низкоуровневым кодекам на девайсе. Вот. В целом кодек — это такой сигнальный процессор, у которого есть входные и выходные буферы. Он, мы в него, да, закидываем какую-то информацию, он ее декодирует и выдает. То есть, да, картиночка. Кодек, да, кодек может находиться в разных состояниях. Когда мы его создаем, он находится в неинициализированном состоянии. Затем мы, вызвав метод конфигур, переводим его в сконфигурирование состояния. Дальше, вызвав метод старт, мы его переводим в запущенное состояние. Дальше мы, когда начинаем запрашивать у него буферы, и в этом состоянии он находится большую часть времени в рабочем состоянии, вот, выполняя свою работу. В конце мы можем послать ему то, что у нас… послать сигнал о том, что у нас кончился поток. Вот. Можем сбросить, вызвав метод флаж. Можем перейти в состояние конфигуры, вызвав метод стоп. Можем совсем все сбросить. Иногда возникают ошибки, и чтобы вернуться к неинициализированному состоянию, опять-таки вызываем ресет. И да, не забываем чистить за собой данные. Для того, чтобы наполнить медиакодек данными, существует класс медиаэкстрактор. На самом деле, наполнить кодек данными достаточно трудоемкая задача, потому что ему нужны какие-то специфичные настройки, чтобы он понял, что декодировать. Также вот медиаэкстрактор позволяет достать какие-то метаданные о медиафайле, например, разрешение видео. И также он позволяет доставать сырые данные из файла, которые мы можем передать в буферы медиакодеков. И потом нам нужно с этими декодированными данными что-то сделать. В нашем случае мы можем сразу, чтобы избежать лишних копирований, сразу настроить кодек так, чтобы он работал с сюрфейсом. И то есть рендерил прямо, ну то есть, да, сюрфейс использовал для рендеринга. В сути, сюрфейс — это область памяти, которую можно заполнить изображением. И для рендеринга на сюрфейсе клиенты могут использовать разные технологии, такие как OpenGL, Vulkan, Canvas и так далее. Вот. Далее рассмотрим в коде, как с этим всем делом работать. Вот мы здесь создаем медиаэкстрактор. В него устанавливаем ссылочку на наше видео. И дальше потом нам необходимо среди треков видео, ну то есть видео может быть в целом контейнер, и там помимо видео могут быть музыка какая-то. Но нам же, у нас же оптимизированное видео, поэтому там только видео. Вот. И да, мы ищем среди треков видео, и по типу видео создаем декодер. Вот. Кодек на самом деле может находиться, то есть он декодирует или только, ну только декодирует или только кодирует и работает с одним типом данных, например, с видео или с музыкой. То есть если мы хотим полноценное видео декодировать, то нам нужно два инстанса кодека. Дальше как-то конфигурируем кодек, вот, создаем surface и вызываем метод start. Дальше нам нужно работать с буферами медиа кодека. Мы готовим, вот в целом алгоритм работы будет выглядеть так. Мы, да, готовим какие-то вспомогательные константы, вот, и потом в цикле начинаем наполнять кодек входными данными и рендерить выходные данные. Вот. Здесь код о том, как наполнять. Вот. У кодека мы можем получить буфер, то есть индекс буфера. И если этот индекс больше нуля, то значит буфер доступен, и мы можем получить уже реальный буфер. Дальше мы с помощью экстрактора наполняем этот буфер данными, и если данных, то есть размер данных меньше нуля, то мы должны отправить конец, то есть сигнал о том, что поток данных кончился. А иначе нам необходимо как бы отправить заполненный буфер в медиа кодек. И потом мы продвигаем экстрактор и так по кругу. Вот. В части там, когда нам нужно отрендерить дату данные, опять-таки мы получаем у кодека буфер выходной, он, ну, индекс буфера. Если он меньше нуля, там могут лежать еще какие-то служебные сигналы. Вот. И после этого, а если больше нуля, то мы должны его отрендерить. Вот. Опять-таки проверяем, что у нас это не конец сигнала, то, что данные больше нуля, и дальше как-то рендерим. Все поехало на самом деле. Ну ладно. Вот. Теперь, да, на самом деле все о том, что… все то, что я сейчас рассказываю, можно посмотреть в примерах. Вот. Это отличный сайт, да, вот Big Flake. Там в целом есть много базовой информации о кодеках, более расширенная, чем официальная документация. И также можно посмотреть еще на примерах приложения графика от Google. Вот. Дальше часть про то, как создавать Surface. Вот. В целом, да, в Surface есть конструктор, который принимает Surface текстуры и который, в свою очередь, принимает указатель на текстуру из OpenGL. Дальше немного кода про то, как создавать вообще, то есть как настраивать OpenGL. Сначала нам нужно создать дисплей. Это такая абстракция над оконной системой, операционной системой, вот, потому что OpenGL кроссплатформенная библиотека, и, да, она предоставляет такие IP. Вот. Потом мы создаем какой-то конфиг. В целом нас здесь интересует вот этот флаг. Этот флаг означает, что наш Surface будет как пиксель-буфер, то есть это внеэкранный Surface, потому что мы, когда декодируем, не хотим показывать этот Surface. Да, создаем контекст. Контекст — это такая структура данных, в которой хранятся какие-то различные внутренние состояния работы OpenGL. И, собственно, создаем сам пиксель-буфер Surface. Вот. Итого у нас есть. Дисплей, контекст и Surface. Дальше нам нужно создать программу, которая будет рисовать наши кадры. Вот. И стандартная OpenGL программа состоит, должна состоять как минимум из двух шейдеров, вершинного и фрагментного. Вот здесь пример кода, как загружать шейдеры, как создавать программу, attach шейдеры, линковать программу. При линковке он, например, проверит, что шейдеры написаны правильно, что у них входы и выходы совпадают. Вот здесь код о том, как шейдеры компилировать. По сути, шейдер, да, это код на шейдерном языке OpenGL. И в нашем случае можно использовать, да, просто строку. В целом от OpenGL нам много не нужно. Нам нужно нарисовать на весь фрейм как бы прямоугольник и на него натянуть текстуру. Вот. Сам фрейм экрана, он находится в такой нормализированной координатной системе. То есть у него центр это 0,0, а по краям это 1 и минус 1 сверху и снизу. Текстура же находится в координатной системе, где 0 это нижний левый угол. Вот. Теперь нам нужно как бы подготовить данные для вот этих координат четырехугольника и для координат этой текстуры. Опять-таки, да, как я и говорил, что у нас такая координатная система у экрана. И нам как бы нужно нарисовать два треугольника на нем, потому что OpenGL оперирует только точками, линиями и треугольниками. Вот здесь данные. Да, на самом деле нам не обязательно указывать все точки для двух треугольников. Можно опустить как бы неуникальные точки. И нам необходимо указать только четыре точки вот по краям. Также нам необходимо к этим краям сопоставить координаты на текстуре. Вот, собственно, так выглядит вершинный шейдер. В целом он отвечает за вот эти вот вершины. То есть суть его в том, что эти вершины можно как-то модифицировать. То есть, например, мы можем их повернуть, мы можем их как-то растянуть с помощью матриц трансформации. Вот в нашем случае вершины, которые просто вот для позиции, они будут совпадать. Поэтому вот мы их просто передаем, вот где GL position. А вершины для текстуры мы уже как бы умножаем на матрицу, которую мы получим из surface текстуры. Дальше вот в этом конвейере OpenGL следует фрагментный шейдер, и он уже отвечает за как бы сами цвета на этой текстуре. Не на текстуре, а вот на том, что мы рисуем. То есть это могут быть, да, какие-то цвета, либо какие-то пиксели из текстуры. То есть в нашем случае мы берем, да, пиксели из текстуры. Дальше код о том, как мы настраиваем программу. Здесь мы все, что объявили в шейдерах, получаем вот эти атрибуты, в которые мы будем передавать данные о вершинах. Вот. Дальше как-то, ну, то есть биндим текстуру, и потом нам нужно нарисовать эту текстуру. То есть в каждом, когда у нас появляется кадр, который кодек нам отдает, мы должны каждый раз вызывать вот эти методы для отрисовки текстуры. Вот здесь пример того, как нам заполнить, то есть заполнить, передать данные вот о вершинах в OpenGL. То есть данные о вершинах мы должны передать в шейдер вершины. Здесь вот мы передаем данные о вершинах треугольников. Мы можем, да, мы, когда передаем эти данные, мы на самом деле объявили эти вершины так, что у нас по пять, ну, то есть по пять символов на строке. То есть это такие, так называемые, страйды. Вот. И да, также мы передаем, какое количество нужно вот с каждого этого страйда взять, и какой-то оффсет. То есть это, например, для вершин будет ноль, для… вот здесь дальше код про вершины именно текстуры. Здесь уже с оффсетом в три нужно взять две координаты. Собственно, да, вот здесь мы берем у серфа из текстуры матрицу для… то есть матрицу текстуры, да, которая в шейдере будет применяться. И рисуем наши треугольники. И дальше текстуру убираем. Вот. Чтобы узнать, когда у нас появился кадр, на самом деле после того, когда мы отправили, ну, то есть буфер на рендер, кадр появляется не сразу. То есть еще должно пройти какое-то время. И об этом можно узнать, установив, то есть он-фрейм-авилабл-лисенер. То есть, да, вот здесь, когда мы рендерим, то есть после, да, релиза этих буферов, в этот callback придет сигнал о том, что нужно рисовать этот кадр. Да, собственно, мы вот обновляем там текстуру. И потом мы можем уже из OpenGL в какой-то буфер пикселей достать, ну, то есть сами пиксели этой текстуры. И дальше их, из них уже можно сделать битмапу, с которой можно делать уже что угодно. Вот, да, также после практически каждого действия в OpenGL нужно проверять ошибки и не забывать освобождать ресурсы. Вот, и того. У нас было, да, три решения, когда мы просто воспроизводили видео, когда мы конвертировали, используя медиаметадата-ретривер, и когда мы конвертировали, используя медиа-кодеки. Это решение, да, видно в том, что невооруженным взглядом видно то, что с видео работать напрямую дорого. А с тем, что мы использовали медиа-кодеки для конвертации, то есть на старых устройствах вместо 35 секунд получили примерно 9 секунд, ну, на новых прирост не такой большой, но все же есть. На этом у меня все. Спасибо. Вот ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, алгоритм действий такой же. Поднимаем ручку, тянем, задаем какой-нибудь вопрос. Ух ты! Ни одного вопроса. Все было понятно. Поднимите руку, кто все понял. Ну, отлично. Тогда смотрите. О, у нас появился вопрос. Всем привет. Григорий, компания Finch. Простой вопрос. Сколько времени ушло для того, чтобы все вот это сделать? От идеи до уже там как бы до выпуска продукта, так скажем. Не, ну, все панорамы мы достаточно долго делали. Конкретно оптимизация плеера где-то неделю ресерчили и где-то недели две делали. Круто. Спасибо. Так. Привет, спасибо за доклад. Ну, я немножко не понял, про что он был. Но у меня есть подозрение, что ты на шейдерах сделал кодек. Почему? Была много часть доклада посвящена самому OpenGL, шейдерам, преобразованию. Да, смотри. Ну, то есть кодек, он декодирует данные. Да, у нас появляется какой-то, ну, то есть кадр, который, ну, вот в этом U формате, да, то есть с другой цветовой модели и все остальное, его нужно отрендерить. То есть из него нужно быстро получить, быстро получить вот эти, то есть пиксели, да, битмапу, то есть в формате RGB. И как раз-таки вот OpenGL нам нужен ровно для этого. То есть отрендерить данные, которые кодек декодировал. То есть кодек как бы он рожал видео, разжал, то есть, а потом его нужно как бы нарисовать. И вот, чтобы быстро нарисовать, ну, то есть отрендерить вот этот формат, нужен OpenGL. То есть из коробки кодек работает не так? Ну, кодек… Нет, я понимаю, предоставлять данные, но я видел, там дельты были, и при помощи дельты там пытаешься сделать преобразование, ну, чтобы там типа трансформации. То есть ты их сам делаешь или это… Нет, ну, как бы кодек можно передать Surface. Ну, если мы хотим просто воспроизведить видео, да, можем использовать какие-то вот стандартные классы, там Surface View какие-то, и там уже есть настроенный Surface как раз-таки вот для рендеринга вот этих данных. Но если мы хотим, допустим, не показывать эти кадры, да, вот просто декодировать, то мы можем вот сами написать и… Хорошо, спасибо. Не знаю. Сложно, может. Ага. Привет. Меня зовут Настя. Самый простой вопрос. Почему был выбран, собственно, OpenGL, а не тот же самый Vulkan? Ну, Vulkan, насколько мне известно, еще не такая распространенная технология, и поэтому на старых девайсах он тупо не заработает. А мы хотим поддержать как много больше девайсов. Привет. Ничего не понял, но очень интересно. Спасибо. Поэтому вопрос больше с продуктовой точки зрения. У вас был слайд про статистику использования Media Retriever API или как-то так? Media Metadata Retriever. И вопрос. Сначала запустили с этим API продакшн решение и потом оптимизировали? Или сразу оптимизировали? На самом деле мы оптимизировали с экзоплеера на собственную конвертацию. Это уже я, когда разрабатывал, внутри делал замеры вот с этим решением. С экзоплеером на самом деле не все так печально, и на достаточно современных устройствах все более-менее терпимо работает. Вот, то есть достаточно слабые девайсы тормозят жутко. Здравствуйте. Вы упоминали POI. Как они работают поверх всего вот этого механизма? И не проще было сделать, ну, допустим, просто принимать набор фотографий? На них, по-моему, было бы довольно проще просто организовать сетку и по ней показывать эти POI. Ну, на самом деле мы на клиентах так и делаем. Просто у нас как бы в планах, что пользователь сам может добавить эти точки. То есть ему не нужно… он просто перетягивает точку на любом кадре. И мы уже сами строим как бы координаты этой точки на остальных кадрах. То есть когда ты двигаешь, она же должна быть привязана к какой-то определенной точке. Вот, и чтобы этого добиться, ну, здесь вот как раз таки и нужен. Но ведь вы и так загружаете большой объем видео на сервер, там все обрабатывается или, я неправильно понял, все обрабатывается на клиенте? Нет, ну, на бэкэнде обрабатывается клиент для того, чтобы POI показать, да, нам присылаются уже как бы координаты точки на конкретном кадре. А нет смысла, ну, чтобы… ну, вы знаете кадр у пользователя, просто ставить кадр, ставить POI, оно отправляется на бэк и на нем вообще-то, где оно… Ну, допустим, точка вот там на колесе. Это колесо на 20 кадрах, там, не знаю, на 40 кадрах. Это пользователю придется на каждом кадре выставлять точечку руками, да? Ну, как-то не очень… Нет, ну, пользователь один раз у себя на одном кадре выставит, а бэкэнд как раз-таки знает обо всех кадрах. Ну, у нас так и работает, да. Ладно, тогда понял. Так. Бегу. Меня зовут Илья. У меня вопрос. А есть ли у вас автоматизированное тестирование этой фичи? На самом деле, насколько мне известно, вот в команде iOS что-то есть по этому поводу. У нас нет. А вы думали над этим? Это вообще реально сделать? Ну, мне кажется, да. Можно какое-то подменить видео, уже предзаготовленное, вот, и на нем смотреть, как все это дело отрабатывает. В общем, есть места, которые можно вынуть в абстракции и замок потестить. Не знаю, насколько вообще имеет смысл такое решение разрабатывать, может, проще. Ну, и конкретно этот кейс просто, когда там что-то меняется, протестировать руками и все. То есть у вас при разработке, при эксплуатировании не было каких-то особых адж кейсов, и в целом нужды такой вы не видите? Ну, пока что нет. Конечно, круто, что можно было бы это автоматизировать, но пока, ну, мне кажется, это очень трудоемко. Вот. Так бы было прикольно, да, сделать. Спасибо. Так, еще два вопроса. Спасибо еще раз за доклад. А у меня такой неправославный вопрос. А ты знаешь, что в iOS со всем этим делают? Ну, может быть, чуть-чуть. Ну, они просто использовали стандартный плеер, и все у них работает. Ну, ты просто уже говорил об этом, а конкретик какой-нибудь есть, нет? Ну, ты просто берешь плеер, туда ставишь ссылочку на видео, все. Когда перематываешь, это работает. На самом деле в последних андроидах тоже с этим делом более-менее адекватно. Но на старых, ну, как бы все тормозит. Так, и последний вопрос, кто-то тянул руку. О, это Саша. Спасибо за доклад. У меня вопрос, правильно ли я понимаю, что вот это время для получения всей раскадровки вашего видео. Да, да. Чтобы вы могли обеспечивать доступ по индексу с кадра. Да, быстро. Хорошо. Спасибо. Все, давайте еще раз поблагодарим Артема. Спасибо. 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 Спасибо.